Здравствуйте, уважаемый подписчик, на связи Дмитрий Лапин. В этом видеоуроке я покажу вам, как в программе Автокад 2017 построить 3D-модель данного навесного шкафа для кухни и осуществить визуализацию. Переходим в программу Автокад 2017. Первое, что мы делаем, это переключаем рабочее пространство. Кликаем по кнопке в виде шестеренки и выбираем рабочее пространство 3D-моделирование. После этого мы с вами включим следующий режим очерчения. Режим черчения с объектными привязками. Режим полярного отслеживания. Режим отображения опорных линий привязок. Режим динамический ввод. Режим черчения с сеткой можно выключить. Дальше, кликаем правой кнопкой мыши по кнопочке с объектными привязками. Выбираем параметры объектной привязки. Должны стоять галочки у всех привязок в левом столбце. А в правом столбце достаточно поставить галочку продолжения. Жмем ОК. Далее, кликаем правой кнопкой мыши по кнопочке с полярным отслеживанием. И выбираем параметры отслеживания. Шаг углов установим 45 градусов. И кликнем ОК. Переходим к построению. Мы с вами начинаем чертить как бы на виде сверху. И первое, что мы с вами делаем, это кликаем по кнопочке прямоугольник на панели рисования. На ленте, на вкладке главное, на панели рисования. Кликаем по кнопочке прямоугольника. Кликаем первую угловую точку прямоугольника. Вот здесь. Далее. Вводим координату по оси Х. 16. Нажимаем на клавиатуре клавишу Tab. И перескакиваем в следующее поле динамического ввода. Для указания ширины. Вводим теперь 300 миллиметров. И нажимаем Enter. Далее. Мы с вами переключаемся в трехмерный вид. Зажимаем на клавиатуре клавишу левого шифта. Зажимаем колесико мыши. И удерживая зажатыми одновременно левый шифт и колесико мыши, двигаем мышку. Установили трехмерный вид. На ленте на вкладке Главное на панели моделирования кликаем по кнопочке Выдавить. После того, как мы с вами запустили команду Выдавить, мы выбираем наш объект. Нажимаем Enter. Указываем направление вверх. И задаем расстояние 720 миллиметров. Нажимаем клавишу Enter. После этого мы вновь переключимся на вид сверху. Кликаем вот здесь левой кнопкой мыши Пользовательский вид и выбираем сверху. Затем мы с вами выделяем наш параллелепипед. Кликаем по кнопочке Копировать на панели редактирования. Затем мы с вами кликаем по этой конечной точке. И кликаем по этой конечной точке. Нажимаем Escape. Выделяем левую копию. Кликаем по кнопочке Перенести. В произвольном месте кликаем базовую точку. Указываем направление вправо. И задаем расстояние 600 миллиметров. 600. Enter. Далее снова переключаемся в трехмерный вид. Зажимаем Shift. Зажимаем колесико мыши. И удерживая зажатыми Shift и колесико мыши, двигаем мышку. Затем мы на панели моделирования кликаем по кнопке Ящик. Первую угловую точку основания параллелепипеда кликаем здесь, левой кнопкой мыши. Противоположную угловую точку основания параллелепипеда кликаем здесь, левой кнопкой мыши. Указываем направление вверх и вводим расстояние 16 миллиметров. Ввели 16, нажимаем Enter. Далее, выделяем этот параллелепипед, кликаем по кнопочке Копировать. Базовую точку кликаем здесь, левой кнопкой мыши. Точку вставки кликаем здесь, левой кнопкой мыши. Скопировали. Нажимаем Escape. Далее, на панели координаты кликаем по. Кнопочки, три точки. Указываем новое положение пользовательской системы координат. То есть, указываем начало, новое начало пользовательской системы координат. Кликаем здесь, левой кнопкой мыши. Указываем новое направление оси Х. Кликаем вот здесь, левой кнопкой мыши. Сюда будет направлена ось Х. Новое положение оси Y указываем кликом по данной конечной точке. Теперь мы с вами снова запускаем команду ящик. Первую точку основания ящика кликаем здесь. Противоположную точку основания ящика или параллелепипеда мы кликаем здесь левой кнопкой мыши. Затем указываем направление туда вдаль и вводим расстояние 4 мм. Ввели 4 и нажимаем Enter. Далее мы с вами выделяем данный параллелепипед, кликаем правой кнопкой мыши, выбираем изолировать, изолировать объект. Затем устанавливаем визуальный стиль, концептуальный. Зажимаем клавишу Ctrl на клавиатуре и удерживая зажатый клавишу Ctrl, кликаем по плоскости данной грани. Появляется значок Gizmo в виде трех таких стрелочек. Кликаем по вертикальной вот этой стрелочке, указываем направление вниз и сдаем расстояние 12. Нажимаем Enter. Нажимаем Escape, зажав Ctrl, кликаем по плоскости левой грани, кликаем по горизонтальной вот этой стрелке, указываем направление вправо и сдаем расстояние 12. Нажимаем Enter. Нажимаем Escape. Зажав Shift и зажав колесико мыши, двигаем мышку. Устанавливаем вид на правую грань. Нажимаем Escape на всякий случай, если у нас вдруг что запущено было. Прерываем. Зажав Ctrl, кликаем по плоскости данной грани. Кликаем по вот этой стрелке левой кнопкой мыши, указываем направление влево и сдаем расстояние 12. Нажимаем Enter. Нажимаем Escape. Зажимаем Shift. Зажимаем колесико мыши. Устанавливаем вид на нижнюю вот эту грань. Зажимаем Ctrl. Удерживая Ctrl, кликаем по данной грани левой кнопкой мыши. Затем кликаем по этой стрелке гизма левой кнопкой мыши, указываем направление вверх и сдаем расстояние 12. Нажимаем Enter. Нажимаем Escape. Устанавливаем вот такой вид. Кликаем правой кнопкой мыши. Завершить изоляцию объектов. Можем вернуть положение координатных осей в их первоначальное состояние. Для этого нужно кликнуть по кнопке Мировая система координат или сокращенно MSK. Данная кнопка находится на панели координаты и выглядит вот таким образом. На ней нарисованы оси и глобус. Кликаем по этой кнопочке и вернули положение координатных осей в их первоначальное состояние. Устанавливаем вид сверху. Затем мы выделяем данный наш параллелепипед. Кликаем по вот этой стрелке гизма. Указываем направление сюда вниз. И задаем расстояние 19 мм. Вводим 19 и нажимаем Enter. Нажимаем Escape. Можем включить обратно визуальный стиль 2D каркас. Кликаем здесь концептуальный и выбираем 2D каркас визуальный стиль. Дальше. Установим трехмерный вид. Зажав Shift и колесико мыши. И подвигая мышку. Теперь мы должны создать пазы в наших панелях. Поэтому мы с вами сейчас на панели редактирования запускаем команду копировать. Выделяем наш объект. Нажимаем Enter. Указываем базовую точку. Кликаем ее вот здесь левой кнопкой мыши. Теперь мы должны указать точку вставки первой копии. Мы ее кликаем здесь же. Кликнули левой кнопкой мыши. Теперь у нас друг поверх друга два одинаковых объекта. Мы поставим сюда еще одну копию. Кликаем здесь еще раз левой кнопкой мыши. Теперь здесь у нас три объекта. Кликаем здесь еще раз левой кнопкой мыши. Теперь у нас здесь 4 объекта и кликаем здесь еще раз левой кнопкой мыши. Теперь у нас здесь 5 объектов. Нажимаем Escape. 5 объектов друг поверх друга. Для чего это сделано? 4 объекта у нас исчезнут после того, как мы применим команду вычитания к каждой из этих 4 панелей. Для того, чтобы проделать паз. И пятый объект у нас останется, он будет задней стенкой нашего шкафа. Итак, поехали. Мы с вами на ленте на вкладке главной на панели редактирования тела кликаем по кнопочке вычитания. Выделяем данный объект. Нажимаем клавишу Enter. Кликаем по объекту, который будет вычитаться из исходного. Выделили. Нажимаем Enter. Дальше снова запускаем команду вычитания. Выделяем верхний параллелепипед. Нажимаем Enter. И выбираем тот объект, который будет вычитаться. После выбора нажимаем Enter. Теперь запускаем команду вычитания. Выбираем правый параллелепипед. Нажимаем Enter. И выбираем объект, который будет вычитаться. Выбрали. Нажимаем Enter. Далее снова запускаем вычитание. Выбираем нижний параллелепипед. Нажимаем Enter. И выбираем тот объект, который будет вычитаться из исходного. Нажимаем Enter. Команда вычитания завершилась. Теперь я включу визуальный стиль концептуальный. Выделю вот эти четыре панели нашего шкафа. Кликну правой кнопкой мыши. Выберу изолировать. Изолировать объекты. У меня отображаются только эти четыре объекта. И мы видим, что у нас имеются пазы возле данных объектов. Что теперь еще надо сделать? Давайте выделим левые и правые объекты. Левую и правую панель. Кликнем правой кнопкой мыши. И выберем изолировать. Изолировать объекты. Теперь только они отображаются. Здесь нам нужно эти пазы продлить до самых краев панели. До торцов. Потому что пазы прорезаются по всей длине панели. Чтобы это сделать, мы выполним следующее действие. Устанавливаем визуальный стиль 2D каркас. С помощью шифта и колесика мыши, зажав шифт и удерживая колесико мыши, мы устанавливаем вид чуть-чуть снизу. Зажав клавишу Ctrl, мы кликаем левой кнопкой мыши по данной грани. Затем мы кликаем по данной ручке. Левой кнопкой мыши. Указываем направление вертикально вверх вдоль оси Z. Здесь должно быть написано плюс Z. Ну и ведем подальше. И где-нибудь здесь кликаем левой кнопкой мыши. На вот этой оси. Оп, у нас сквозной паз получился. И с нижней стороны нужно сделать то же самое. Устанавливаем вид чуть-чуть сверху, вот так вот, на данную грань. Зажимаем клавишу Ctrl и удерживая Ctrl, кликаем по плоскости данной грани. Кликаем по ручке. Указываем направление вниз вдоль оси Z. Здесь минус Z написано у нас. И на этой вот оси, минус Z, мы внизу кликаем левой кнопкой выше. Получили сквозное, как бы пробитие такое. Ну и с левой панелью нужно сделать то же самое. Абсолютно то же самое. Удерживая Ctrl, выделяем грань. Кликаем по ручке. Указываем направление вдоль оси Z. И кликаем левой кнопкой выше. Удерживая Ctrl, выделяем грань. Кликаем по ручке. Указываем направление вдоль оси Z. И на этой оси внизу кликаем левой кнопкой мыши. Готово. Теперь мы с вами кликаем правой кнопкой мыши. Выбираем изолировать, завершить изоляцию объектов. Создадим среднюю полку для нашего шкафа. Воспользуемся командой ящик. Кликнув по соответствующей кнопке на панели моделируем. Первую угловую точку основания параллелепипеда кликаем в этой конечной точке. Противоположную угловую точку основания мы с вами кликаем левой кнопкой мыши вот здесь. Указываем направление вверх. Сдаем значение высоты параллелепипеда 16. Дальше. Мы с вами выделяем этот параллелепипед. Кликаем по кнопочке перенести. На панели редактирования. Кликаем по серединке данного ребра левой кнопкой мыши. Теперь мы должны кликнуть по серединке ребра вертикальной панели. Кликаем вот здесь левой кнопкой мыши. Перенесли. Вот мы с вами получили полку. Теперь ее нужно немного укоротить. Зажимаем на клавиатуре клавишу control. Удерживая зажатой клавишу control кликаем по данной грани. Кликаем по этой ручке левой кнопкой мыши. Указываем направление параллельной оси Y. Как бы под углом 90 градусов. Вот так. Указали направление. Вводим значение 10. И нажимаем клавишу enter. Нажимаем escape для снятия выделения. Готово. Теперь мы с вами установим вид спереди. Начнем вычерчивать контур фасада. На ленте на вкладке главное на панели рисования мы с вами кликаем по кнопке прямоугольник. Первую угловую точку прямоугольника мы укажем вот здесь в произвольном месте. Далее укажем в данном поле динамического ввода значение длины прямоугольника 299 миллиметров. Нажмем клавишу tab и перескочив в соседнее поле мы укажем значение ширины 716 миллиметров. 299 на 716. Enter. Далее мы с вами запускаем команду подобие на панели редактирования. Кликаем соответствующую кнопку. Вводим расстояние смещения 50. Нажимаем enter. Кликаем по прямоугольнику. Кликаем внутри него левой кнопкой мыши. Нажимаем enter. Далее мы с вами снова запускаем команду прямоугольник. Первую угловую точку прямоугольника кликаем здесь левой кнопкой мыши. Далее указываем значение длины 50. Нажимаем клавишу tab. Указываем значение ширины минус 50. И нажимаем enter. Прямоугольник построился вниз. Вот таким вот образом. Далее мы его выделяем. Подводим курсор мыши к этой ручке. И после того как подвели курсор из вот этого свитка выбираем удалить вершину. После этого мы разворачиваем дополнительные кнопки панели редактирования. И кликаем расчленить. Затем мы выделяем вот этот отрезок. Нажимаем delete. И удаляем его. Далее мы с вами выделяем вот эти отрезки. Кликаем по кнопочке зеркала. То есть разворачиваем панель редактирования. Выбираем отразить зеркально. Обычное 2D зеркало. Кликаем здесь левой кнопкой мыши. Первая точка оси отражения. Кликаем здесь левой кнопкой мыши. Вторая точка оси отражения. Нажимаем enter. Далее запускаем команду обрезать на панели редактирования. Выбираем граничные кромки. Нажимаем enter. И выбираем обрезаемые куски. Выбрали. Нажимаем enter. Идем дальше. Запускаем команду сопряжения. Кликнув по соответствующей кнопке на панели редактирования. Выбираем пункт радиус. Указываем значение радиуса 25 мм. Нажимаем enter. И выбираем несколько. Затем мы кликаем здесь левой кнопкой мыши. Потом здесь. Потом здесь. Потом здесь. Ну и в общем таким вот образом мы скругляем эти уголочки. Нажимаем enter. Рамочкой слева направо. Точнее у нас не получится их выделить. Это пока единый объект. Выделим значит все это дело. И развернув панель редактирования. Кликнем по кнопочке расчленить. А вот теперь рамочкой слева направо мы вот это дело выделяем. Далее. Разворачиваем панель редактирования. Выбираем отразить зеркальное. Первую точку оси отражения кликаем в этой серединке внешнего прямоугольничка. Серединке левой стороны внешнего прямоугольничка. Далее мы кликаем по серединке правой стороны внешнего прямоугольника. Нажимаем enter. Вот эту линию мы выделяем. Жмем delete и удаляем. Затем мы запускаем команду обрезать. В качестве граничных кромок выделяем вот эти дуги. Нажимаем enter и кликаем по вот этим обрезаемым кускам. Нажимаем enter. Далее разворачиваем панель редактирования. И кликаем по вот этой кнопке соединить. Затем рамочкой вот таким вот образом слева направо выделяем наши объекты. Нажимаем enter. И они соединились в единую полилинию. Выделяем эту полилинию. Кликаем на панели редактирования по кнопочке копировать. Кликаем базовую точку в произвольном месте. Указываем направление горизонтально вправо. И кликаем по любой точке на трассере. Нажимаем escape. Далее запускаем команду подобие. Указываем расстояние смещения 5. Нажимаем enter. Кликаем по полилинии. Кликаем левой кнопкой мыши за ее пределами. Нажимаем enter. Выделяем эти две полилинии. Кликаем по кнопочке копировать. Кликаем базовую точку. Указываем направление вправо. И кликаем левой кнопкой мыши на трассере. Нажимаем enter. Команда завершается. Далее что мы с вами делаем. Необходимо эти полилинии преобразовать в области. Для этого мы с вами разворачиваем свиток с дополнительными кнопками панели рисования. И кликаем левой кнопкой мыши по кнопочке область. Выделяем данные две полилинии. Нажимаем enter. Автокад пишет, что создано две области. Далее мы с вами запускаем команду вычитания. Указываем ту область, из которой будет осуществляться вычитание. То есть внешнюю область. Выделили. Нажимаем enter. Теперь мы с вами должны указать ту область, которая будет вычитаться из первой. Итак, мы выделяем внутреннюю область и нажимаем enter. В итоге у нас после вычитания осталась одна область. Если мы переключимся в визуальный стиль концептуальный, то мы эту область увидим закрашенной серым цветом. Возвращаемся обратно в визуальный стиль 2D каркас. Выделяем данную внешнюю полилинию. На панели редактирования кликаем по кнопочке перенести. В качестве базовой точки мы кликаем по данной конечной точке. Теперь мы укажем точку переноса. Кликаем в этой конечной точке. Готово. Далее мы с вами с помощью шифта и колесика мыши, зажав шифт и зажав колесико мыши, подвигаем мышку. Установим трехмерный бит. Выделим нашу область. Кликнем по кнопочке выдавить. Укажем направление вот сюда, на нас как бы. И укажем расстояние 16 мм. Нажмем Enter. Получили данный твердотельный объект. Далее мы с вами выделяем вот это вот поле линии. Запускаем команду выдавить. Указываем опять направление на нас. И вводим расстояние 4. Нажимаем Enter. Получили еще один твердотельный объект. Переключаемся в визуальный стиль концептуальный. Выделяем данный твердотельный объект. Кликаем по вот этой стрелочке Gizmo. Затем указываем направление на нас. И вводим расстояние 6 мм. Нажимаем клавишу Enter. Нажимаем Escape для снятия выделения. Снова включаем визуальный стиль 2D каркас. Выделяем данный объект. Правая кнопка мыши изолировать, изолировать объекты. После этого мы с вами переключаемся на ленте на вкладку Тело. И здесь мы кликаем по кнопке сопряжение по кромке. Затем мы с вами выбираем здесь пункт Radius. И указываем значение радиуса 6 мм. Вводим 6 и нажимаем Enter. После этого мы с вами выбираем здесь пунктик цепи. И затем мы кликаем левой кнопкой мыши, ну скажем, вот по этому ребру. У нас выделяются все прилегающие ребра. Затем мы кликаем по этому ребру левой кнопкой мыши. И у нас также все выделяются прилегающие к этому ребру ребра. Далее мы с вами нажимаем клавишу Enter. И еще раз нажимаем Enter. И мы с вами построили данные сопряжения. Дальше что мы с вами делаем. Кликаем правой кнопкой мыши, выбираем изолировать, завершить изоляцию объектов. Переключаемся в визуальный стиль, концептуальный. Теперь мы с вами запускаем команду вычитание. Можно прямо на вкладке тела на панели логические операции выбрать вычитание. Выбираем тело, из которого будет осуществляться вычитание. Нажимаем Enter. Теперь выбираем тело, которое будет вычитаться. Вот это тело. Выбираем, нажимаем Enter. И мы видим, что у нас получился вот такой паз. Для того, чтобы сюда можно было вставить стекло. Далее, включаем визуальный стиль 2D каркас. Устанавливаем вид спереди. Выделяем вот этот объект. Нажимаем Delete. И удаляем его. Далее, внутреннюю полилинию мы выделяем. Нажимаем Delete и удаляем. Переключаемся на ленте на вкладку поверхность. И кликаем по кнопке плоская поверхность. Затем мы выбираем дополнительный параметр объект. Далее, выделяем нашу полилинию. Нажимаем Enter. До границ этой полилинии у нас создалась поверхность. Переключаемся на ленте на вкладку Главное. Установим трехмерный вид. Зажмем Shift. Зажмем колесико мышь. Подвигаем мышку. Установили. Выделяем эту поверхность. Кликаем по кнопочке Перенести на панели редактирования. Кликаем по данной конечной точке. Затем мы должны указать точку вставки. Кликаем вот здесь левой кнопкой мыши. Мы с вами строили именно поверхность, а не тело для цели визуализации. Мы с вами создаем эту тумбочку, чтобы ее впоследствии отвизуализировать. Поэтому нам не обязательно создавать стекло именно как тело. Дальше мы выделяем основную часть дверцы. Кликаем правой кнопкой мыши. Выбираем Изолировать. Изолировать объекты. Дальше переключаемся на вкладку Тело. Выбираем сопряжение по кромке. Выбираем пункт Радиус. Указываем радиус 8 мм. Нажимаем Enter. И кликаем вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Нажимаем Enter. И еще раз Enter. Правая кнопка мыши. Изолировать. Завершить. Изоляцию объектов. Переключаемся на вкладку Главное. Выделяем объекты. Кликаем Перенести. Кликаем базовую точку, вот здесь. И точку, куда переносим. Кликаем вот здесь, левой кнопкой мыши. Далее. Нашу поверхность и нашу основную часть двери мы выделяем. Затем кликаем по кнопочке Копировать. Базовую точку мы с вами кликаем в этой конечной точке. И точку, куда переносим, мы кликаем в этой конечной точке. Ну, вернее, точку, куда мы вставляем копию. Кликнули. Нажимаем Enter. Команда завершается. Можем переключиться в концептуальный визуальный стиль и посмотреть. Вот что у нас получилось. Снова переключаемся в 2D каркас. И устанавливаем вид сверху. Сейчас мы с вами будем строить ручку. На ленте на вкладке Главное на панели рисования кликаем левой кнопкой мыши по кнопочке Прямоугольник. Первую угловую точку прямоугольника кликаем здесь. Указываем значение длины прямоугольника 136. Нажимаем Tab. Указываем значение ширины 23 мм. Нажимаем Enter. Затем мы с вами построим дугу. На панели рисования справа от дуги кликаем по стрелке и выбираем способ построения дуги 3 точки. Первую точку дуги мы кликаем в этой конечной точке. Вторую точку дуги мы кликаем в этой серединке. И третью точку дуги мы кликаем в этой конечной точке. Готово. Теперь мы с вами кликаем по кнопочке отрезок на панели рисования Подводим курсор мыши к этой конечной точке Не кликая отводим курсор мыши правее И вводим расстояние 35 мм Ввели 35, нажимаем Enter Указываем направление вертикально вверх И где-нибудь здесь кликаем левой кнопкой мыши на трассере под углом 90 градусов Нажимаем Enter для завершения команды Выделяем этот отрезок Кликаем по кнопочке повернуть на панели редактирования Указываем центр поворота в этой конечной точке И вводим угол минус 15 градусов Ввели, нажимаем Enter Дальше мы с вами выделяем этот отрезок Разворачиваем панель редактирования Выбираем команду 2D зеркало Отразить зеркально Кликаем первую точку оси отражения здесь Вторую точку оси отражения здесь Нажимаем Enter После этого мы с вами запускаем команду подобие Указываем расстояние смещения 5 мм Вводим 5, нажимаем Enter Кликаем по дуге, кликаем внутри нее левой кнопкой мыши Нажимаем Enter для завершения команды Что мы делаем теперь? Мы запускаем команду обрезать В качестве граничных кромок мы выделяем отрезки И мы с вами выбираем вот эту дугу и прямоугольник Нажимаем клавишу Enter Кликаем по этому кусочку По этому кусочку Затем мы с вами кликаем по этому кусочку По этому кусочку Кликаем здесь, кликаем здесь, кликаем здесь Затем мы кликаем здесь Кликаем здесь Кликаем тут, кликаем тут Нажимаем Точнее еще раз вот кликаем здесь По вот этому кусочку А теперь нажимаем Enter Выделяем этот объект Жмем Delete и удаляем его Далее Мы с вами запускаем команду сопряжение Указываем здесь параметр Radius И вводим значение Radius 5 мм Ввели 5 Нажимаем Enter Кликаем по этому отрезку Кликаем по этому отрезку Еще раз запускаем Сопряжение Radius 5 Enter Кликаем здесь Кликаем здесь Нажимаем Ну и все В принципе команда завершилась Дальше что мы с вами делаем Мы с вами разворачиваем Панель редактирования Кликаем по кнопочке Соединить Выделяем все объекты Нажимаем Enter Они объединились В единую Полилинию Далее мы с вами Переключаемся в трехмерный вид С помощью шифта и колесика мыши Выделяем эту ручку И кликаем по кнопочке Выдавить Указываем высоту вдавливания 15 мм Вводим 15 Нажимаем Enter Выделяем объект На панели редактирования Кликаем по Кнопке 3D поворот Кликаем базовую точку 3D поворота В этой конечной точке Допустим Затем мы кликаем По красной орбите Вводим угол поворота 90 градусов Нажимаем Enter Далее Переключаемся На вид сверху Теперь мы с вами Кликаем по кнопке Прямоугольник Первую точку Прямоугольника Кликаем здесь Дальше мы вводим Значение длины 136 Нажимаем Tab И указываем Значение высоты 5 мм И нажимаем Enter Далее Мы с вами Снова запускаем Команду построения дуги По 3 точкам Первую точку Дуги мы кликаем Здесь Вторую точку Дуги мы кликаем К серединке Верхней стороны Только что построенного Прямоугольника И третью точку Дуги мы кликаем Здесь Прямоугольник Можно выделить Нажать Delete И удалить Далее Дугу мы выделяем Запускаем Команду 2D зеркала Первую точку Ости отражения Кликаем здесь Вторую точку Ости отражения Кликаем здесь Нажимаем Enter Зажав Shift И зажав колесико мыши Двигая мышку Устанавливаем Трехмерный вид Выделяем Вот эти дуги Кликаем По кнопочке Выдавить И Где нибудь здесь Кликаем Левой кнопкой мыши Указали такую Довольно большую Высоту выдавливания Далее Мы Кликаем Вот По этой кнопочке На панели Редактирования тела На вкладке Главное На панели Редактирования тела Кликаем По кнопочке Сечения После этого Мы с вами Выбираем Наш 3D объект Нажимаем Enter Для подтверждения Выбора Затем Мы Выбираем Вот этот Параметр Поверхность И Выбираем Нашу Поверхность Вот эту Теперь Мы Кликаем По той Части Объекта Которую Хотим Сохранить Остальное Все Срежется Кликаем Вот здесь Левой Кнопкой Мыши Готово Снова Запускаем Команду Сечения Кликаем По нашему 3D телу Нажимаем Enter Теперь Выбираем Параметр Поверхность Кликаем По Этой Поверхности И кликаем По той Части Объекта Которую Хотим Оставить Кликаем Здесь Левой Кнопкой Мыши Готово Теперь Мы С вами Выделяем Вот эти Поверхности Жмем Delete И удаляем Их Кроме Того Вероятно У нас С вами Еще Остались Сами Дуги Включим Вид Сверху Рамочкой Слева Направо Так Выделим Одну Дугу И Также Рамочкой Слева Направо Выделим Вторую Дугу Нажмем Delete И Удалим Их Итак С помощью Шифта И колесико Мыши Снова Установим Трехмерный Вид Теперь Мы Переключаемся На ленте На вкладку Телу Выбираем Сопряжение По кромке Выбираем Параметр Радиус Указываем Значение Радиуса 2 Миллиметра Вводим 2 И Нажимаем Enter Затем Мы с вами Кликаем Здесь Левой Кнопкой Мыши Кликаем Здесь Кликаем Здесь Кликаем Здесь В этой Дуге Кликаем Здесь Далее Кликаем Здесь Кликаем Здесь Разворачиваем И вот По этим Ребрам Кликаем Левой кнопкой Мыши Аккуратненько Нажимаем Enter И еще раз Enter Так Нажмем Escape Чтобы Прервать Нишнюю Команду Все У нас В принципе Готово Все Почти Нужно Еще Отверстие Проделать Находясь На вкладке Тело На ленте Мы Выбираем Цилиндр На панели Примитив Затем Мы с вами Подводим Курсор Ребра Ребра Не Кликаем Мы Отводим Курсор Мыши Вот так В сторону Под углом 0 градусов И теперь Указав Направление Вводим Расстояние 20 миллиметров Вели 20 Нажимаем Enter Теперь мы Должны Выбрать Альтернативный Параметр Диаметр Правая Кнопка Мыши Диаметр И указываем Значение Диаметра 4 миллиметра Вели 4 Нажимаем Enter Указываем Направление Вверх И задаем Значение Высоты 8 миллиметров Вели 8 Нажимаем Enter Теперь мы С вами Снова Запускаем Команду Сопряжение По кромке Выбираем Пункт Радиус Вводим Значение Радиуса 2 Нажимаем Enter Кликаем По этому Ребру И Нажимаем Enter Нажимаем Enter И Команда Завершается Дальше Теперь мы С вами Выделим То есть Выделим Вот этот Объект Переключимся На вкладку Главное И Выберем Команду 3D Зеркало Первую Точку Плоскости Отражения Мы С вами Кликнем Здесь Вторую Точку Плоскости Отражения Кликнем Здесь И Третью Точку Плоскости Отражения Кликнем Здесь Нажмем Enter Наш Объект Отзеркалился Теперь мы Запускаем Команду Вычитание Выделяем Объект Из которого Будет Производиться Вычитание Нажимаем Enter И Выбираем Объекты Которые Будут Вычитаться Выделяем Нажимаем Enter Если Переключимся Визуальный Стиль Концептуальный То мы С вами Увидим Проделанные Отверстия Дальше Дальше Переключимся Визуальный Стиль 2D Каркас Теперь мы С вами Выделяем Нашу Ручку Запускаем Снова Команду 3D Поворот Затем Затем Кликаем Дальше Левой кнопкой Водозеркала Первую точку Зеркального Отражения Мы кликаем В этой серединке Вторую точку Зеркального Отражения Мы кликаем В этой серединке Левой кнопкой Выше Нажимаем Клавишу Enter И ручку Мы с вами Успешно Отразили Далее Мы с вами Переключимся В трехмерный Вид И Установим Мировую Систему Координат Кликнув По кнопочке С осями И Глобусом Переключаемся Визуальный Стиль 2D-каркас Далее Мы с вами Под кнопочкой Ящик На панели Моделирования Кликаем По стрелке И выбираем Цилиндр Кликаем Центр Первого Основания Цилиндра В данной Конечной Точке Далее Мы с вами Кликаем Где-нибудь Вот здесь Левой кнопкой Мыши Границу Основания Указываем Направление Вниз И кликаем Вот здесь Левой кнопкой Мыши Отдаляемся Подальше Выделяем Цилиндр Кликаем По стрелочке Вот по этой Теперь Оттаскиваем Курсор Мыши Подальше Мы можем Отдалиться Оттащить Курсор Мыши Подальше И кликнуть Вот здесь Левой кнопкой Мыши Сделали Мы с вами Пол Вернемся Визуальный стиль Концептуальный Вот Наш шкафчик Стоит на полу Дальше Мы с вами Переключаемся На вкладочку Визуализация На этой вкладке На панели Материалы Мы с вами Кликаем Левой кнопкой Мыши По кнопке Обозреватель Материалов Открывается Окошко Обозревателя Материалов Здесь Мы разворачиваем Свиток Главное Разворачиваем Свиток Библиотека Автодеск Находим Группу Материалов Пластик Материал ПТФЕ Пластика Мы будем Использовать Для пола Поэтому Мы кликаем По нему Левой кнопкой Мыши Зажимаем Левую кнопку Мыши И перетаскиваем Этот материал Также Мы найдем Здесь Материал Какой-нибудь Гладкий Такой Зеленый Вот Гладкий Темный Травянистый Зеленый Пластик Вот мы его Также Перетащим В список Материалов Документ Далее Мы с вами Найдем Группу Материалов Метал Развернем Свиток В принципе Мы можем В общем Свитки Поискать Нам нужно Что-то Вроде Золото Метал 2400F Вот мы его Сюда Перетянем Теперь мы С вами Поищем Какой-либо Материал ПВХ Пластика Давайте Введем Здесь ПВХ Вот ПВХ Белый Правая Кнопка Мышь По нему Добавить В Материалы Документа Теперь удалим Эту ПВХ Теперь давайте Найдем Какой-либо Материал Дерева Отдел Отделанного Воском Напишем В строке Поиска Воск Вот И например Найдем Здесь Воск Красный На светлом Дереве Правая Кнопка Мыши Добавить В Материалы Документа Удаляем Эту Надпись Воск Что мы с вами Делаем Теперь Не закрывая Этого Окошка Мы с вами Установим Визуальный Стиль 2D Каркас Выделим Наши Панели Которые По идее Должны быть Деревянными Вот мы Их Выделяем За исключением Фасадов Кликаем Правой Кнопкой Мыши По материалу Воск Красный На светлом Дереве И выбираем Назначить Выбранным Объектом Далее Теперь Мы с вами Выделяем Заднюю Стенку Кликаем Правой Кнопкой Мыши По материалу ПВХ Белый И выбираем Назначить Выбранным Объектом Теперь Мы с вами Выбираем Поверхности Вот эти Две Поверхности И Необходимо Назначить им Материал Стекла Но мы Его с вами Еще не Добавили Давайте Найдем Здесь Стекло Напишем Стекло Вот И Что у нас Здесь Нашлось Бесцветное Светотехническое Правой Кнопкой Мыши Назначить Выбранным Объектом Удалим Эту Надпись Вот И кстати В материал Документов В список Материалов Документов У нас Этот материал Добавился И Объектом Он присвоился Дальше Теперь Мы с вами Выделяем Ручки Правая Кнопка Мыши По материалу Метал 2400F Назначить Выбранным Объектом Далее Мы с вами Выделяем Фасады Первый Фасад Второй Фасад Кликаем Правой Кнопкой Мыши По материалу Вот этого Гладкого Пластика И выбираем Назначить Выбранным Объектом Теперь Мы с вами Выбираем Землю Кликаем Правой Кнопкой Мыши По материалу ПТФЕ Пластика И выбираем Назначить Выбранным Объектом Дальше Если мы с вами Сейчас включим Визуальный Стиль Реалистичный То наши Материалы Уже здесь Будут Отображаться Вот мы Забыли Добавить Материал Средней Полки Включим 2D Каркас Выделим Эту полку Кликнем Правой Кнопкой Мыши По материалу Воск Красный На светлом Дереве Назначить Выбранным Объектом И снова Включаем Визуальный Стиль Реалистичный Теперь здесь Материал Отображается Давайте Отредактируем Материалы Вделяем Материал Воск Красный На светлом Дереве Справа От этого Материала Кликаем По значку Карандашка Затем Мы кликаем По изображению Мы попадаем В редактор Текстур В редакторе Текстур В разделе Масштаб Мы указываем Значение Масштаба 30 дюймов Нажимаем Enter И закрываем Редактор Текстур Закрываем Обозреватель Материалов Мы видим Что теперь Линии Волокон Идут Гораздо Чаще Дальше Выделяем Материал Зеленого Пластика И Справа От него Кликаем По значку Карандашка И Назначаем Типа Отделки Для этого Пластика Полированный Закрываем Редактор Материала Мне все же Хотелось бы Поменять Материал Для Стекол Я бы хотел Сделать Стекло Каким-либо Цветным Например Желтоватого Цвета Я выделяю Эту поверхность Я выделяю Эту поверхность Затем Я здесь В строке Поиска Пишу Стекло Вот Здесь Я выбираю Также Стекло И Еще Желтое Стекло И ставим Свиток Вот Прозрачный Желтый Правая Кнопка Мыши Назначить Выбранным Объектом Удаляю Вот эту Надпись Стекло И Мой Материал Здесь Добавился Теперь Нам нужно Удалить Лишний Объект Правая Кнопка Мыши Удалить Все Неиспользуемые И Все Материалы Которые Не Используются У нас Убрались Дальше Закрываем Обозреватель Материалов Теперь Нам Нужно У Некоторых Наших Деревянных Панелей Повернуть Направление Текстуры Изменить Направление Текстуры Переключаемся Визуальный Стиль 2D Каркас В этом Визуальном Стиле Мы Выделяем Наши Горизонтальные Деревянные Панели Выделили Правая Кнопка Мыши Изолировать Изолировать Объекты Переключаемся Визуальный Стиль Реалистичный Затем Выделяем Наши Объекты На ленте На вкладке Визуализация На панели Материалы Кликаем По Вот Этой Стрелочке И Выбираем Способ Наложения Текстур Ящик Появляется Гизма Переноса С помощью Этих Гизма Переноса Мы С вами Можем Указывать Положение Точки Начало Координат Текстур Я Сейчас Указал Эту Точку Таким Образом Чтобы Она Совпадала С Вершиной Нашего Трехмерного Объекта Далее Если мы Кликаем Правой Кнопкой Мыши По этим Гизма Переноса И Выбираем Повернуть То У нас Отображаются Гизма Поворота С помощью Которых Мы Можем Поворачивать Текстуру Я Выбираю Синюю Орбиту И Указываю Новое Направление Текстуры Кликаю По Вот Этой Конечной Точке Левой Кнопкой Выше Кликнул И Моя Текстурка Повернулась Она У нас Везде Повернулась На Всех Вот Этих Досочках Дальше Я Хочу Еще Повернуть Направление Текстуры На Вот Этом Торце Я Убираю Красную Орбиту И Кликаю Вот По Этой Конечной Точке Здесь Я Текстуру Также Успешно Повернул Ну а На торцах Особо Заморачиваться Не будем Все Все Рано Не Будут Не Видны Вот Ну Так И Оставляем Нажимаем Escape Кликаем Правой Кнопкой Мыши Изолировать Завершить Изоляцию Объектов Вот Ну а С Вот Этими Вертикальными Деревянными Панелями У нас Все нормально Здесь Уже Ничего Не Нужно Дополнительно Настраивать Дальше Что Мы Делаем Мы Переключаемся Теперь На Лист Один У нас Здесь Уже Имеется Видовой Экран По Умолчанию Далее Делаем Двойной Клик Левой Кнопкой Мыши Внутри Видового Экрана Щелк Щелк Кликнули Кликаем Правой Кнопкой Мыши По Видовому Кубу И Выбираем Перспективная Проекция Ну то есть Перспективная Включили Перспективную Проекцию Дальше Мы С вами На панели Зуммирования Кликаем Здесь По Стрелочке И Выбираем Здесь Показать Объект Рамочкой Слева Направо Мы Выделяем На шкаф Нажимаем Enter И он У нас Показывается Во весь Наш Видовой Экран Дальше Зажав Shift И Зажав Колесико Мыши Мы Включаем Орбитку И Можем Поменять Угол Обзора А Кликая По Этой Руке Мы Можем Осуществлять Более точно Панорамирование Также Мы Можем Еще Здесь Показать В реальном Времени И Более точно Зумировать Итак Установили Мы Такой Вид Нажимаем Escape Дальше Перед Визуализацией Обязательно Нужно Настроить Как бы Сглаживание Вот этих Гладких Линей Кликаем Правой Кнопкой Мыши И Выбираем Так Давайте Выйдем Из Видового Экрана Щелк Щелк За его Пределами Двойным Щелчком Левой Кнопкой Мыши Нажмем Escape Щелк Щелк Вышли Правая Кнопка Мыши Параметра И Выбираем Сглаживание Визуализированных Объектов 10 Применить Окей Входим Внутрь Видового Экрана Щелк Щелк Левой Кнопкой Мыши Дальше Что мы С вами Делаем Мы С вами Здесь Включим Небесный Фон Освещение Кликаем Кнопочку Положение Солнца И Здесь Мы Сразу Кликаем Отключить Освещение По умолчанию И Сразу Кликаем Отрегулировать Параметр Экспозиции Рекомендуется Вот Здесь Мы Включаем Среду Кликаем Тут Левой Кнопкой Мыши Включилась Среда Здесь Мы Кликаем Левой Кнопкой Мыши И Выбираем Мягкий Свет Дальше Закрываем Вот Это Окошечко Кстати Давайте Выключим Солнце Чтобы У нас Лишних Теней Не Было И Убедимся Что У нас С Экспозиции Все Нормально Разворачиваем Панель Визуализации И Выбираем Визуализации Среды Экспозиции Да Все Правильно Как Мы Настраивали Среда У нас Включена И Мягкий Свет Дальше Теперь Мы Заходим Визуализация И Кликаем По Этой Стрелочке Чтобы Войти В Дополнительные Настройки Визуализации Вот Выбираем Здесь Размер Визуализации Разрешение Выбираем Здесь 1024 На 768 Пикселей И Текущий Набор Параметров Высокое Далее Мы С вами Кликаем По Чайничку И Запускаем Процесс Визуализации Необходимо Подождать Пока Процесс Визуализации Завершится Итак Процесс Визуализации Завершен Теперь Мы можем Сохранить Картинку Кликаем По дискетке Для Сохранения Выбираем Место Для Сохранения Например Локальный Диск С Тип Тип Файла Допустим JPEG И Вводим Имя Файла Например Кухонный Шкаф Жмем Сохранить Качество Выбираем Наилучшее И Жмем ОК Теперь Если Мы с вами Перейдем В мой Компьютер Локальный Диск С Давайте Выберем Вид Таблица Сортировка По дате И Найдем Здесь Наш файл Кухонный Шкаф Вот Что у нас Получилось В итоге На этом Данный Видеорок Завершен С вами Был Дмитрий Лапин Желаю Вам Удачи И Успешного Обучения До Свидания И До Связи